Всем привет! С вами видео-шоппер.ру. Вслед за Apple выпускать планшеты начали другие компании. Большинство из них работает на Google Android. Недавно у нее появилась планшетная версия. Не осталось в стороне и HTC. Правда, внутри Flyer, первого планшета компании, стоит пусть и самая новая, но телефонная версия операционки. Плохо это или хорошо, узнаем прямо сейчас. Кроме устройства, в комплекте кабель для синхронизации, зарядка, стелуз, краткое руководство и чехол. Как обычно, купив HTC Flyer у нас, вы можете получить множество бонусов и подарков. В том числе, увеличенную карту памяти до 32 гигабайт, пленку на экран, а также более 150 игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru Основной материал корпуса – алюминий. Пластик использован только для двух белых вставок. Верхняя с камерой сделана вровень с поверхностью, нижняя – выпуклая. Смотрится свежо и интересно. С конкурентами не спутаешь. За счет металла устройство довольно увесистое – 420 грамм. Удобнее держать двумя руками. Передняя панель прикрыта стеклом. Под ним 7-дюймовый емкостный дисплей с разрешением 1024 на 600 пикселей. Нажатия отрабатываются быстро и точно. Экран яркий, с хорошими цветами. Искажений нет практически под любым углом. Ниже расположены стандартные для Android кнопки и иконка стелуса. В отличие от других, она не реагирует на палец. Если перевернуть планшет, те же кнопки окажутся напротив фронтальной камеры. Удобно. Сверху насквозь разъем для наушников и кнопка включения со встроенным световым индикатором. Снизу microUSB для зарядки и синхронизации. На правом ребре два микрофона и качелька громкости. Сзади 5-мегапиксельная камера и стереодинамики. Под верхней пластиковой вставкой разъемы для симки и карты памяти. Максимальный объем – 32 гигабайта. Литий-ионный аккумулятор несъемный. Емкость в 400 мАч позволяет ему крутить видео 6 часов подряд. При обычном использовании планшет поддерживает весь день и еще немного остается. Внутри процессор на 1,5 ГГц и гигабайт оперативной памяти. В зависимости от модели, пользователю доступно 16 или 32 гигабайта для хранения контента. Несмотря на одноядерный процессор, гаджет работает очень быстро. Никаких глюков и подвисаний я не заметил. Это важно, учитывая графические эффекты, которых много в оболочке. В то время, как большинство компаний выбирает планшетный Android версии 3.0, здесь установлен телефонный 2.3. Возможно, в HTC просто не захотели рисковать. Трешка еще довольно сырая. В любом случае, возможности гаджета такая ситуация не ограничивает. Установлена оболочка HTC Sense 2.1 для планшетов. По функциям и внешнему виду она повторяет последнюю версию для смартфонов. Как и там, здесь 7 рабочих столов с ярлыками и виджетами. На большом экране они смотрятся даже интересней. Внизу панель вызова меню, приложений и настройки интерфейса. Если потянуть за верхний край, откроется окно с уведомлениями, недавними приложениями и выключателями модулей связи. Стандартная простынка приложений разбита на экраны, которые пролистываются вертикально. Есть вкладки для избранных программ и тех, что установлены пользователем. В флайер стандартный набор приложений. Я не буду останавливаться на этом подробно. Если интересно, посмотрите наш обзор HTC Sensation. Некоторые из них переделаны для большого экрана. Двухколоночные версии появились у галереи, плеера, календаря. Почтовый клиент теперь напоминает айпедовский. Если вы купите HTC Flyer у нас, то получите планшет с более чем 50 дополнительными приложениями. Среди них программы для навигации, редактирование документов, чтение книг, общение, игры. Набирать текст удобно. Клавиатура осталась одной из лучших среди роботов. Даже в портретном режиме она может соперничать с горизонтальным набором в других устройствах. Одна из главных фишек Flyer – использование умного стилуса. Можно оставлять заметки от руки, рисовать и даже выделять текст. Мне понравилась возможность сделать скриншот экрана, отметить на нем что-то нужное, тут же отправить по почте или сохранить на память. Стилус особенно пригодится тем, кто любит оставлять заметки на полях книг. Любителям фотошопа придется по вкусу возможность поиздеваться над фотографиями в галерее. Посмотрим, приживется ли эта функция. Присутствует стандартный набор модулей связи – Wi-Fi, Bluetooth, 3G. Для GPS-навигации используется Google Maps. Закажите планшет у нас и вы получите его с уже установленной навигационной программой, включающей карту России и актуальную информацию о пробках. Подробности можно узнать по телефону на экране или на сайте video-shopper.ru Во Flyer используется 5-мегапиксельная камера с автофокусом. Вспышка не предусмотрена. При хорошем освещении снимки получаются вполне приличными. С другой стороны, планшет не то устройство, которое часто используется для съемки. Так что заднюю камеру нужно воспринимать скорее как полезное дополнение. Есть функции съемки видео в HD. Посмотрите ролик, который мы сняли для обзора. Качество звука в наушниках выше среднего. При проигрывании через динамики планшет показывает себя хорошо. Небольшие искажения есть только на максимуме. Поддержка X-Vid и DVX встроенная. Широкоформатный экран отлично подходит для видео. Наш курьер не только вовремя привезет вам планшет, но и подробно проконсультирует по его работе, а также проверит в вашем присутствии. Только в нашем магазине video-shopper.ru В том случае, если в течение 14 дней Flyer вам чем-то не понравится, мы любезно вернем вам деньги за один день по первому требованию. Без скандалов, нервотрепки и экспертиз. Напомню, купив Flyer в нашем магазине, вы можете получить большое количество различных бонусов и подарков. В том числе, карту памяти на 32 гигабайта, пленку на экран, а также более 150 игр и программ. Чтобы узнать об акции подробнее, звоните по телефону, который видите на своем экране. Или заходите на сайт video-shopper.ru Первый планшет HTC не вышел комом. Несмотря на телефонный Android, им можно пользоваться без ограничений. К тому же, обновление допланшетной версии ожидается совсем скоро. А благодаря дизайну и дополнительным функциям, HTC стала ближе к великой мечте конкурентов Apple. Сделать планшет не похожий на iPad. Теперь у тех, кто готов заплатить его цену, но по какой-то причине не хочет покупать яблочный гаджет, есть выбор. Если вы еще не определились, посмотрите наш видеообзор Galaxy Tab. Удачи!